Луис Артис родился на острове Свободы, в городе Камагуэй, в марте 1979 года. Чем занимались родители, какие учебные заведения окончил Артис, неизвестно. Кроме того, как пишет eurosport.ru, кубинец подозревается в поделке документов, поскольку выглядит старше своего возраста. По словам американского телеведущего и аналитика Элла Бернштейна, Артис, возможно, уже пенсионер. Кубинская школа бокса давно стала брендом, особенно любил этот вид спорта команданте Фидель Кастро. Однако профессиональные бои на Кубе находились под запретом, и только в 2013-м местным гладиаторам разрешили зарабатывать деньги под эгидой полупрофессиональной лиги бокса. По словам Луиса, в боксе он с 10 лет, а поскольку развлечений на острове не было, ничто не отвлекало спортсмена от тренировок. Медленно, но верно Артис поднимался по карьерной лестнице и в конце концов попал в национальную команду. В 2005-м молодой боксер приехал на командный Кубок мира в Москву. Кубинцы, считавшиеся по всем статьям фаворитами, проиграли сборной России, а Луис уступил Роману Романчуку. Через год Артис стал чемпионом Кубы, в 2006-м выиграл высший боксерский турнир на родине, Плая Херон. В 2009-м перед Луисом, к тому моменту уже имевшему семью, остров стала проблемой нехватки денег на лечение дочери. Малышке грозила ампутация пальца, тогда знакомые посоветовали отчаявшемуся отцу переехать в Америку, где на профессиональном ринге можно было солидно заработать. Недолго думая, Артис взял в аренду катер, ночью доплыл до Мексики, а оттуда перебрался в США. В Америке первой тренировочной базой Луиса стал Fifth Street Gym Alma Mater Мухаммеда Али. Выбор оказался не случайным, Артис боготворил этого боксера, еще дома просматривал по телевизору его бои. В феврале 2010-го, в возрасте 30 лет, когда другие профи становятся чемпионами мира, Артис выиграл только первый профессиональный бой, нокаутом за 78 секунд. Полученного гонорара хватило, чтобы перевести семью и вылечить дочь. Чтобы заработать имя в профессиональной боксерской среде, Артис не особо беспокоился о выборе соперников и соглашался почти на все. Так, Кубинис провел бои с Кендриком Релефордом и Чарльзом Дэвисом, бойцами, против которых обычно не выставляют новичков. Тогда Луис получил первый профи-титул Центральноамериканской боксерской ассоциации. Поначалу складывалось впечатление, что гигант с ростом в 193 сантиметрах и размахом рук больше двух метров слишком неповоротлив, впрочем, как и многие бойцы, чей вес превышал 90 килограммов. Однако на ринге Кубинис преображался, порхал как бабочка, а мощь его ударов успели испытать Берт Купер, Вальтер Паласиас, Латив Койоде, встреча с которым закончилась через 30 секунд, Джейсон Барнет. В 2012-м в бою с Эпифани Амендасой Луис завоевал сразу два вакантных титула, WBC Латину и WBO Латину. Через три года отобрал у Матиаса Ведонда звание временного чемпиона мира по версии ВБА, успешно отстоял его в бою с двукратным претендентом Брайантом Дженнингсом. Этим званием Кубинец мог похвастаться еще в 2014-м, если бы не анаболические стероиды, обнаруженные в пробе мочи. Победу тогда, разумеется, не засчитали. Боксер, несмотря на жаркие уверения в невиновности, получил дисквалификацию на 9 месяцев. Право сразиться с Ортисом за звание лучшего получил и Александр Поветкин, однако россиянин от встречи отказался. Промоутер Андрей Рябинский объяснил, что их сторону не устроили слишком высокие финансовые запросы противника, на что менеджер Луиса заметил, что в случае несогласия в денежном вопросе следует ждать торгов, а не просто отказываться от боя. Как предполагали отечественные спортивные аналитики, если бы бой Артис, Поветкин состоялся, позже не пришлось бы говорить о возрождении Поветкина после поражения от украинца Владимира Кличко. В ноябре 2016-го теперь уже Луис не вышел на ринг, чтобы провести обязательную защиту титула против Александра Устинова. Всемирная боксерская ассоциация лишила звезду чемпионского звания. Но в то же время Артис по очкам выиграл пояс интерконтинентального чемпиона мира в БА. Спустя год боксер обновил отрицательную статистику допинг-скандалов. В сентябре 2017-го в прессе появились статьи о том, что Артис провалил тест на допинг, проводимый вода, в крови спортсмена обнаружили диуретики, лекарства, используемые для лечения приступов повышенного кровяного давления. Но помимо этой функции, такие таблетки могли использоваться как агенты маскировки для препаратов, повышающих работоспособности, поэтому относящихся к допингу. После того, как открылись результаты проб, Луис сообщил, что принимал лекарства для понижения давления и никак не предполагал, что рецептурный препарат сочтут запрещенным. Артис подробно рассказал, что использовал это средство на протяжении пары лет, однако ежедневно пил много воды и не собирался ничего маскировать, да и обнаруженная доза была слишком мала. Ошибкой было не сообщить о лекарстве соответствующим службам и при заполнении документов. И уж, конечно, не было умысла, поскольку допинг – это крест на карьере, а бокс для него важен, так как это средство обеспечения семьи и детей. Однако спортивная фемида оказалась неумолима. Спортсмена отстранили от ринга на год, лишили статуса обязательного претендента на звание суперчемпиона и удалили из рейтинга в БА, автоматически отменился поединок с чемпионом WBC Диантеем Уайлдером. Правда, за Ортисом оставили право после 22 марта 2018 обратиться с просьбой об отмене дисквалификации и о возможности выступать под флагом других боксерских союзов. В сентябре 2017 действовавший чемпион супертяжеловес Уайлдер сам попросил Всемирный боксерский совет провести встречу с Луисом. В марте 2018 на арене Нью-Йоркского Барклис-Центр состоялся самый ожидаемый бой двух тяжеловесов Ортиса и Уайлдера. Перед кубинцем открывалась перспектива стать первым представителем Острого Свободы, обладателем чемпионского звания в этой весовой категории на профессиональном ринге. Однако вписать новую страницу в историю бокса у Луиса не получилось, соперник нанес ему несколько тяжелых ударов, перед этим отправив в нокдаун, и бой был остановлен в 10 раунде. Тем не менее в конце лета Ортис рассчитывал на реванш, поскольку считал, что команда Уайлдера купила несколько секунд у рефери, чтобы по ходу встречи соперник получил передышку. Но прежде кубинец встретился с немецким тяжеловесом Кристианом Хаммером, соперники сразились в начале марта 2019-го в Нью-Йорке. Для противника Ортиса эта встреча не стала успешной, Луис одержал победу. А уже в ноябре состоялся долгожданный для спортсмена матч-реванш с Уайлдером. В начале поединка оба боксера оставались осторожными, а уже в третьем раунде спортсмен с кубы начал действовать агрессивнее, нанося точные удары по корпусу американца. К середине боя у Дионтея еще не было прицельных попаданий. Однако в седьмом раунде он нанес сопернику удар, после которого кубинец не смог встать. Победа вновь досталась Уайлдеру. Спустя год Артис встретился на ринге с Александром Флоресом. Бой стал эффектным и коротким, Луис на 45-й секунде одолел противника нокаутом. Личная жизнь боксера не перестает интересовать публику, однако спортсмен не спешит делиться с прессой деталями. Семья Луиса, жена, две дочери и сын живут в Майами, штат Флорида. Спортсмен не утаивает информацию о родных, семейные фото размещены в интернете, но и не стремится раскрывать детали будней в ней.